Петербургский международный экономический форум Диана Казимовна. Она и расскажет об участии в масштабном событии в мире экономики. Здравствуйте, Диана Казимовна. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, о ключевых моментах и вообще, что вас впечатлило на международном экономическом форуме? Традиционно наша делегация во главе Рашида Пореспевича, главы республики, посещает данное мероприятие Петербургский международный экономический форум. Лично я уже участвую пятый раз. И если раньше мы участвовали в насыщенной программе от правительства КЧР, от главы, В этот раз у меня была своя программа, поскольку первый день, 5 июня и последний, 8 июня, были посвящены как раз развитию малого и среднего предпринимательства, а также развитию молодежного предпринимательства. Если говорить глобально, о глобальной повестке форума, это развитие многополярного мира и в интервью, в полинарном заседании нашего президента Российской Федерации, все на ней слышали, одна основная повестка была, это вот как раз то, что я сказала. Вот если говорить о том, какие значимые события были для нас, для меня, то это, конечно, как я уже повторяюсь, развитие бизнеса, развитие малого и среднего бизнеса, поделиться и отменяться опытом с другими коллегами, поскольку приехали на данное мероприятие, посетили и коллеги из других регионов, руководители центров малый бизнес, руководители инфраструктуры поддержки бизнеса. И на встрече с нашим куратором, федеральным куратором, это заместитель министра экономического развития Татьяна Александровна Илюшникова, которая как раз данное направление, направление развития и реализации национального проекта «Малосреднее предпринимательство», реализацию которого и входит инфраструктура центра «Мой бизнес», собрала нас на одной площадке, рассказала о том, какие планируются перспективы у нашего направления, у наших структур, поскольку в 2024 год он завершается, реализуется проекта, национального проекта. Могу ответить, что все регионы, в том числе и мы, достигли всех показателей в рамках данного проекта. Наш регион не исключение, у нас по многим показателям не просто достижения, а даже есть очень много именно тех показателей, которые мы перевыполнили, что для нас очень хорошо и лестно, и видим в этом какой-то потенциал в дальнейшем развитии. Но это радует сейчас пристальное внимание в развитии малого и среднего бизнеса. Вот скажите, пожалуйста, что дает участие именно в этом форуме, и какой опыт, и какие конкретные шаги после участия в таких форумах, встречах, семинарах вы для себя лично подчеркиваете в своей работе? Ну, ни для кого не секрет, что данный форум, ПМФ, как у всех коротко его называют, это самый крупнейший форум уже, который несколько десятков лет проходит в городе Санкт-Петербурге. Это площадка, которая начиналась с маленького форума, сейчас это глобальный масштабный международный форум, который посещают практически все страны, все регионы нашей страны. Это очень знаково и очень престижно побывать на данном форуме. Мы видим там традиционно знаменитых экономистов, журналистов, политиков, даже звезд эстрады. Традиционно встречаемся, обменяемся знаниями. И многие даже у нас перенимают опыт, потому что мы на сегодняшний день единственный регион, где все деловые организации, вот тут у нас мы насчитали их 8 организаций, это и политическая партия Единая Россия, и все деловые организации, торгово-промышленная партия, деловая Россия, опора России, РСПП, Мой бизнес и Народный фронт собрались и создали общественный совет по малому и среднему предпринимательству. И вот как вы знаете, 26 мая на Дне предпринимательства мы одним таким пулом поздравляли наших предпринимателей. Это вот такой один из лучших, одна из лучших практик, которой очень многие интересовались. И я даже сказала, что за нами так много людей наблюдают, другого региона. Нет, достаточно, я была лично на этом дне, много предпринимателей, и все позитивно отзывались о центре Мой бизнес, об участии вашем, о том, как вы помогаете и насколько это важно. Среди вот перечисленных организаций, мы самая молодая организация, мы существуем с 17-го года, сначала начинали как просто центр поддержки предпринимателей, сейчас это огромная инфраструктура, и очень радует, что предпринимательское сообщество уже знает о нас и сами приходят к нам с идеями, с какими-то, не просто даже идеями, а готовыми проектами, которые хотят реализовать с помощью нас, с помощью административных ресурсов, ну и, конечно же, деловых организаций. Возвращаясь к разговору на Питерском форуме, хочу отметить, что вот, да, действительно, такие площадки, они полезны не просто даже органам исполнительной власти, представителям различных деловых организаций, ну и самое главное, это для крупного и среднего бизнеса, для малышей есть, конечно, вот тоже, малышей, я имею в виду малышей, я применю, да, вот, как я уже отметила, это 5 июня, начало, вот мы его называем нулевой день, тут, если раньше таких площадок было мало, именно для МСП, то, для субъектов МСП, то сейчас набирает оборот, и отдельно один день посвящается специально для них, ну и, конечно же, темы для обсуждения и стратегических различных сессий, их было очень много, они все практически начинались в одно время, у нас был большой выбор, мы, как могли, так посещали, особенно, там, по чуть-чуть каждую сессию, но что-то для себя интересное, новое, я для себя еще, вот, как я люблю, сейчас интересуюсь очень политикой, тоже много было сессий, где я посетила и тоже поняла. Признайтесь, вы устали? Да, очень, я, у меня есть шагомеры на телефоне, вот, каждый день, я ходила по 19-18 километров, мне видно, что я не очень люблю ходить, но, вот, каждый день по 19 километров ходили, ноги в мозолях, ну, это радостные такие, вот, такая усталость, приятная. Большое количество информации, все удалось запомнить, зафиктировать, что важно? Нет, важно все удалось, а вот, чтобы прям все запомнилось, такого, конечно, нет, там же еще и стенды представлены различных организаций, регионов, они просто изумляют своей вот необычностью. Кто, кто больше впечатлил, какой стенд, какие регионы наиболее удивили? Мне очень понравились регионы наших коллег, Северно-Кавказского федерального округа, это Дагестан, Северно-Сетия, Северно-Сетия, наши близкие друзья, они традиционно каждый год участвуют именно на полях Питерского форума, и вот в этом году тоже он был такой масштабный, грандиозный, и в хорошем месте стояли они. Также очень понравился стенд Севастополя, где вот как раз мы с Татьяной Александровной провели нашу встречу, поскольку одним из организаторов данного стенда был в центре мобизнеса Севастополя, и мы вот с коллегами смогли тоже более подробно ознакомиться именно с их стендом. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали про семинары, и на семинарах выступали артисты, а каким опытом они могли поделиться? Что интересного? Они очень, ну, я, к сожалению, не все, не посетила такие сессии, да, но слышала, что они рассказывали о том, как развивать молодежь, как прививать патриотизм, да, поскольку очень часто вот мы слышим данную повестку по телевидению, и вот вживую тоже могли ее услышать. А, в этом направлении, не только бизнес, да? Не только бизнес, да, но каждый рассказывал о том, как стать более медийным, как развивать лично бренд, развивать там свои соцсети, это очень важно. Искусственный интеллект, это тоже очень такая актуальная и востребованная тема была всего форума, искусственный интеллект и в бизнесе, и в медийном пространстве, ну, то есть везде. А скажите, пожалуйста, контакты, связи, договоренности, полезные знакомства, были ли они там для вас, да? Конечно, были, да. Это электронные визитки, и поэтому не могу сказать количество, но их очень много. Диана Катимовна, вы руководитель центра «Мой бизнес», поэтому не могу задать вопрос, какие отрасли, сферы экономики показали наибольшие результаты в развитии малого и среднего бизнеса? Да, конечно, у нас развивается малое и среднее предпринимательство, количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, об этом говорит. Также мы наблюдаем большой рост самозанятых граждан, но если говорить именно про отрасль малого и среднего предпринимательства, об отраслях экономики, то, конечно же, на первом месте это у нас легкая промышленность, наши трикотажники, конечно же, это и туризм, гостиничный бизнес, строят очень много гостиничных объектов, мы это чувствуем, потому как они к нам часто обращаются за классификацией для того, чтобы получить ту звездность. Мы совместно с торговой и промышленной палатой оказываем данную услугу, и если заявка обращается в центр «Мой бизнес», то на безвозмездной основе мы оказываем данную услугу. Поэтому мы видим, как развивается данная отрасль, и хочу отметить, что приятно отметить, отрадно, что отрасль малого и среднего предпринимательства постепенно выходит из тени, обеление экономики мы видим, и это не может не радовать, и это в первую очередь влияет на развитие экономики региона в целом. Ну и третье место, можно так первое, второе, третье поставить, это торговля. Могу сказать о том, что легкая промышленность лидеры в нашей республике, не только в нашей республике, но, наверное, по всей России. Возможно так? Или одни из лидеров? Я считаю, что мы лидеры именно по вязанной продукции, по трикотажной. Тут нам нет равных, и мы даже вытеснили некоторые продукции турецких и китайских производителей. Продукт Карачаева Черкесии очень, она востребована, вот это, что она берет, не только тем, что вот она распространена везде, но и качественно. И в заключение хотелось бы задать вопрос, какие вы видите перспективы в развитии центра «Мой бизнес»? Как я сегодня уже сказала, у нас реализация национального проекта малого среднего предпринимательства было запланировано до 2025 года, то есть вот 2024 год он, по идее, должен быть итоговый. Как будет дальше развиваться, реализоваться национальный проект, мы пока не знаем. Но я уверена, поскольку достижения показателей превзошли все ожидания, и предпринимательское сообщество во всех регионах очень оценит поддержку центра «Мой бизнес», я надеюсь, что дальше развитие, оно будет еще больше набирать обороты. И если мы начинали с того, что вот обучали предпринимателей, как регистрировать свой бизнес, как начинать свой бизнес, теперь бы мы хотели, чтобы продолжительность бизнеса, она больше и больше росла, чтобы не было таких одногодок предприятий, и мы увидели успехи, как вот я уже сказала, из малышей они превращались в великанов, и мы увидели эти успехи благодаря вот поддержке государства, и спасибо, конечно же, нашему главе республики и президенту страны. Спасибо, Диана Академовна, за интересную беседу, познавательную в первую очередь. Желаю вам успехов в таком же направлении двигаться и развивать центр «Мой бизнес». Спасибо вам. На благо нашей республики. Спасибо. Продолжение следует...